Киркозоновые, небольшой порядок, одно семейство киркозоновые, тропические, субтропические у нас нет, в Австралии тоже нет, 450 видов тем не менее, в основном лианы, иногда прямостоящие, но основные все киркозоны, вот такие наиболее распространенные, это лианы, одиночные цветки, очень редко могут быть соцветия у них, чашечка трехлопастная, иногда лепестковидная, но в принципе, вот кое-какие на схемке киркозоновые, примерно как у них цветок выглядит, вот основная схема, ну кое-какие, прям как столбики такие у них цветочки, копытни сюда относятся, сорома, копытники, ну и собственно киркозон, у них цветки дихогамные, то есть сначала у них созревают рельсы, а потом раскрываются пыльники, поэтому одновременно он обоеполом не является, он сначала женский, потом мужской, чтобы не было самооплодотворения. После опыления и завязи развивается плод по типу коробочка, ну иногда может быть у них много листовка, окраска около цветника у них специфическая, запах падали может быть, привлекающий насекомых, которые любят на падали рыться, ну киркозоны у них обычно нормальный запах, киркозон вообще устройство цветка специфическое с ловушкой, цветок киркозона на схеме, вздутые при основании трубчатые цветки привлекают большое количество мух, жуков, всяких, питающихся падалью, пахнет он вообще, короче, падалью, и окраска у него как у трупа такой вот, изогнутый, он такой, выглядит как кусок гниющего мяса, цветок киркозона. Вот, в начале цветения у него зев цветка открывается с такой посадочной площадкой, на которую насекомое может спокойно сесть, насекомое садится, думая, что это труп, заползает внутрь цветочной трубки, а поверхность трубки покрыта жесткими косо направленными внутрь волосками. Достигнув дна цветка, ожидая, что там будет мясо, а там наоборот тычинки, и насекомое оказывается в ловушке, волоски им закрывают дорогу обратно, то есть он заползти туда может муха, а там нет мяса, а наоборот цветок ему закрывает дорогу, выйти не может муха теперь оттуда, а цветок держит ее, пока у него не созреют пыльники, значит созревают, обсыпают пыльцой этих насекомых, насекомое внутри бегает, не знает как выйти с цветка, его обсыпают пыльцой, после этого, когда оно обсыпет пыльцой, начинает вянуть цветок, и естественно тоже вянут все эти ворсинки, и все оно выходит из ловушки, по такому типу. Поэтому в принципе цветок-то у них быстро вянет, вот он когда набрался насекомых, он тогда сбрасывает на них пыльцу, завял, и насекомые улетели. Некоторые киркозоны аж в две камеры работают, то есть вот у них вот эта вот ловушка есть, мной описанная на волоске, а еще есть дополнительная камера тюрьма. В камере тюрьма как раз расположены половые органы растений, и насекомые, пытаясь выйти из ловушки, попадают еще и в тюрьму. И тюрьма, она светло окрашенная, насекомые глупые думают, что там где-то свет, они же вообще на свет летят. Вот думают, что там где тюрьма, это свет, а там как раз полная тюрьма, и там как раз его осеменяют. Вот растения. Но это все для насекомого не страшно, наоборот растению нужно, чтобы оно было живое и улетело. Вот. Ну и потом тоже цветок завянет, и оно освободится. У них есть ловушки такие с одном, то есть, допустим, покрытые слизью, такие, что насекомое по краям ползает и соскальзывает вниз, падает туда в эту слизь. Но, как правило, они все киркозоны больше дня не живут, часто даже полдня. Вот как только залетела эта муха, он ее обсыпал, и все начинает вянуть. Все, они выходят. Киркозон крупноцветковый есть, у него сложная ловушка У-образной формы, волоски отклоняются только в одну сторону, то есть, они там по типу замка. Вот они отклоняются в сторону ловушки, а обратно они, короче, не отклоняются, они уже поднимаются. Дальше после этих волосков идет слизь, насекомое соскальзывает, падает на дно, и не может выйти, то есть, может выйти только в тюрьму. А тюрьма это такое светлое пространство, где как раз насекомое и обсыпают. Ну, а пыляются в таких условиях они мухами, жуками, комарами, муравьевитки такие есть, жуки, которые там тоже ползают. Но в целом они вот на трупных работают. Настоящие мухи, вот наши обычные домашние мухи, тоже могут путать киркозон с куском говна и спокойно его оплодотворять. Бабочка может залететь, там главное, что ловушка стоит на насекомых. Семена имеют приспособление для распространения муравьями. В общем, они очень такие, эти киркозоны, к насекомым такие приспособленные. Имеется семя, у него есть сочный придаток, который ест муравей. Именно причем придаток ориентирован на вкус и муравья. Ну вот муравей ест этот придаток, таскает семена и, соответственно, распространяет. Ну, некоторые киркозоны имеют крылья и летают по ветру семена у них. Киркозоны растут в тропические области Америки, Африки, Азии. Несмотря на то, что вот они часто пахнут говном, они декоративные и красивые, поэтому в ранджереях они тоже бывают. У них красивая густая зелень, вот такой специфической у них с этими ловушками. Большой цветок, вот на картинку, дал киркозона. Цветки могут быть совсем такие причудливые. Напоминают то птиц, то трубу какую-нибудь, некоторая огромная труба может быть. Вот суть, почему он такой большой и красивый и странный, потому что это ловушка. То есть, некоторые до 33 сантиметров в длину труба может вырасти, потому что вот на эту трубу он ловит насекомых и там где-то он их потом в тюрьму их всех заключает. Дети в Африке одевают на голову эти большие цветки киркозона. У нас в оранжереях распространён киркозон крупнолистый, листья где-то диаметром до 30 сантиметров и трубчатый цветок. Вот на картинке самый типичный трубчатый киркозон. Завезли в Европу в 18 веке, в 19 веке в России. Сейчас, в принципе, по всей России и окружающих постсоветских государствах везде он. Даже он в Петербурге растёт, в июне цветёт в Петербурге. Арка из киркозона украшает вход в ботанический сад Академии наук СССР в Петербурге. Но это деревенистые лианы, они почти все лианы. Киркозоны в семенах и в листьях имеют алкалоид аристаллахин. Причём этот алкалоид, как часто он вообще-то яд, но в том числе и лекарства. То есть многие еды, они в небольших дозах лекарства. В частности, заживляют раны киркозон манчжурский. Коровы могут отравиться, тем не менее. Если вот корову прям много их нажрётся, то она отравится. А для людей в небольших дозах может быть лекарство. Но, правда, пахнет он плохо, поэтому корову обычно не ест. Пахнет как говно киркозон. Мази, настойки из них делают. Но, как я уже говорил, подробнее я про лекарственные растения позже сделаю. Прям целый плейлист. Копытень, о котором я рассказывал в общих обзорах растений. Вот копытень, особенно копытень европейский, это тоже киркозоновая. Это второй род киркозонов, это копытень. Перезимовавшие весной появляются тёмно-зелёные кожистые листья. Вот копытень, потому что листья как копыта. Также его называют лесной перец. Англичане называют дикий имбирь. У него аромат немножко такой имбирный. Буроватый стебель. Стелется он там среди травы, среди опавших листьев. Цветки небольшой, коричнево-красный, мясистый. Ну, не походит, в общем, совершенно на киркозон. Тем не менее, это вот одно семейство. Копытни и мермикохорные растения. То есть, их распространяют муравьи. Причём, поэтому они именно рано цветут. А когда муравьи уже везде появляются весной повсеместно, тогда они осыпают семена. И семена имеют специальный белый придаток именно для муравьёв. Чтобы муравей семя схватил, съел и повёз в муравейник себе. Муравей, дело в том, что он не только в муравейник, он по дороге часто роняет. Они же там, как бы у них рассчитано то, что он много бегает. Вот он часто это семя роняет, оно большое, и получается, что он по всему лесу растаскивает. При этом само семя он не ест, а вот съедает именно этот придаток, который растение ему сделало. Поэтому тут всё добровольно в растении. То есть, она даёт ему кусочек поесть, этому муравью, чтобы он таскал семена по всему лесу, что они и делают. И причём муравей семя не ест, и много семян валяется с отгрызенными этими придатками. Копытни имеют невзрачные в целом цветки, а вот киркозоны имеют такие вот трубы, такие всякие сложные цветки, нестандартные, за что их и любят. Копытни совсем вообще другие, тем не менее, принципиально цветок устроен примерно так же, как у этого, как у киркозона. Это всё одно семейство. Тоже, значит, там, ну там не ловушка, там имеются щели такие специальные, через которые насекомые проникают в цветок, возле щелей стоят эти рыльца, там, или пыльца стоит, и обсыпает этих насекомых, чтобы они таскали пыльцу на другое растение. Причём, когда рыльца опылится, тогда тычинки его закрывают, как бы вот делают такие крючки вокруг рыльца, чтобы насекомые уже там не бегали. Если уже опылилась, то тогда уже не нужны насекомые и ставят растения защиту от них. Копытень тоже лекарственное растение, довольно было популярное в народной медицине везде. Также в табак его добавляли. В Китае тоже был свой копытень, который называли горным женьшенем. Американские индейцы тоже как лекарство использовали. То есть в народной медицине разных народов, разных стран копытень, конечно, известен. Да, и сейчас тоже, в принципе, может потенциально применяться, как официальное лекарственное растение он фигурирует.